Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня будем говорить о том, как обеспечивается порядок и общественная безопасность в нашем регионе. Присоединяйтесь! Владимир Владимирович Канунников, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД Гомельского облсполкома, подполковник милиции. В 1998 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорыны по специальности «Физическая культура». В 2016 году факультет переподготовки Гомельского кооперативного института по специальности «Правоведение». В 2000 году пришел на службу в органы внутренних дел, которую проходил на различных должностях в блоке милиции общественной безопасности. На нынешней должности работает с февраля 2018 года. Указами президента Республики Беларусь награжден медалями за безупречную службу третьей и второй степени. На вопросы, которые касаются работы милиции общественной безопасности, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Ольга. И в начале нашей программы предлагаю посмотреть короткий анонс событий, которые ожидаются на этой неделе в регионе. О готовности сельхозорганизации к весеннеполевым работам, итогах внешнеэкономической деятельности и работе с обращениями граждан пойдет речь на заседании Гомельского облсполкома во вторник, 26 февраля. В этот же день подвести итоги работы в минувшем году и определить приоритетное направление деятельности на 2019 год планирует Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облсполкома. В среду, 27 февраля, в Гомеле состоится полуфинал 28-го республиканского фестиваля конкурса «Моды и фото» «Мельница моды-2019». В четверг, 28 февраля, в Гомеле с участием представителей дирекции вторых европейских игр будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой к мультиспортивному форуму. Объединить искусством для общих дел сотни людей разных профессий и возрастов – цель проекта областной организации Республиканского общественного объединения «Беларусь», посвященного году Малой Родины. Мероприятие пройдет в Гомеле 1 марта. Эти и другие новости смотрите в информационных выпусках на «Беларусь-4». В управлении внутренних дел хорошие новости, к сожалению, поступают куда реже, чем плохие. Владимир Владимирович, как вы узнаете о произошедшем? Утром и сводке или как-то иначе? В управлении внутренних дел аккумулируется вся информация, поступающая за сутки во все территориальные РУВД Гомельской области. Их 25 плюс органы внутренних дел на транспорте. Ежедневно осуществляется изучение этой информации, ее анализ, обобщение для принятия каких-то необходимых практических мер. Вырабатываются необходимые мероприятия и проводятся с учетом складывающейся оперативной обстановки. К этому можно привыкнуть? К тому, сколько горя, сколько несчастья, сколько боли содержат эти короткие строчки и цифры в сводках? Знаете, Ольга, наверное, к этому привыкнуть нельзя, потому что за каждым таким сообщением о преступлении, о происшествии, даже о несчастном случае стоит человеческая жизнь, человеческая судьба. И это все, конечно же, пропускается через себя. Так вот, как раз сохранить человеческие жизни, не дать разрушить чужие судьбы, в общем-то, это главная задача работы вашего управления, это профилактика, предотвращение преступлений. Как оцениваются результаты работы службы за минувший год? Безусловно, правильно сказали, что основная работа – это профилактика, потому что задача милиции не только раскрыть преступление, найти преступника, но в первую очередь переотвратить это преступление. То есть сделать так, чтобы с каждым годом, с каждым периодом их становилось меньше. Отрадно сказать, что за последние десятилетия у нас наблюдается ежегодно снижение числа зарегистрированных преступлений. Это характерно не только для Гомельской области, для всей республики. Так, в 2018 году более чем на 4% у нас снизилось количество преступлений, зарегистрированных по линии уголовного розыска. Ну, преступления, наиболее, скажем так, распространенные, близкие всем людям. На сокращение числа таких преступлений повлияло, в первую очередь, то, что зарегистрировано снижение числа краж, мошенничеств, хулиганств, грабежей. Основные такие вот виды, которые у нас снизились. Тенденции хорошие. Безусловно. А какие задачи, поставленные перед службой на этот год, на что нужно обратить особое внимание? С учетом анализа, скажем так, уровня преступлений и состояния преступности, которые мы проводим на постоянной основе по итогам прошлого года и тех перспектив, которые мы видим уже вот в этом году. Основные усилия, конечно, необходимо сосредоточить. В первую очередь, это на борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это проблема, конечно, которая появилась в свое время с принятием декрета президента, соответствующего, была, ну, можно сказать, сбита эта волна, но все равно проблема остается. Эти преступления совершаются, выявляются. Соответствующие специализированные подразделения у нас уделяют большое внимание. Следующее, на что мы обращаем внимание, это, конечно, как я сказал, профилактическая работа. В первую очередь, по предупреждению рецидивной преступности. Потому что, ну, порядка 40% преступлений у нас совершаются лицами, которые уже ранее приступали закон. Да, эти преступления раскрываются, да, эти люди несут наказание. Но, тем не менее, я повторюсь, одна из наших основных задач – это не допустить совершения преступления. Это предупреждение о преступлении, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Практически каждое четвертое преступление у нас совершается лицами, ну, которые употребили спиртные напитки. И, конечно, повышение уровня дорожной безопасности. Кстати, по результатам работы в минувшем году отдел внутренних дел администрации Новобелецкого района признан лучшим в стране накануне. Там побывали наши корреспонденты, подготовили материал. Давайте посмотрим сюжет. Как все-таки по-разному гомельчане могут смотреть на свой город. Кто-то восхищается его архитектурой, кто-то оценивает улицы и скверы с точки зрения возможных мест распространения наркотиков. Такое прозаическое отношение со стороны сотрудников милиции объясняется просто. Борьба с наркобизнесом – их работа. Для большинства незаметная, однако от этого не менее значимая и часто действительно опасная. Оперативные сотрудники отделения по наркоконтролю отдела внутренних дел администрации Новобелецкого района Гомеля на интервью соглашаются с трудом. И при одном обязательном условии – их лица не должен видеть никто. Ввиду того, что наркобизнес в настоящее время ушел в основном в сферу сети интернет, выявить преступления, которые связаны со сбытым наркотиком, становится крайне тяжело. Данная проблематика обусловлена тем, что наркотики, в настоящее время психотропные вещества, распространяются в основном посредством интернет-магазинов, путем закладок. И то есть все лица, которые участвуют в распространении наркотических средств, друг с другом незнакомы на всех уровнях. Ввиду этого и обуславливается сложность выявления данных лиц. Работа с так называемыми асоциальными элементами не такая закрытая, как противодействие распространению наркотиков. Однако для общества, возможно, не менее важная. На этот раз в общественные пункты охраны правопорядка номер два отдела внутренних дел администрации Новобелецкого района Гомеля пригласили несколько человек, злоупотребляющих алкоголем. Впрочем, от телекамеры не прячется никто. А проживающий вместе с дочерью Сергей Кунделев даже готов поделиться мнением о работе своего участкового. Проверяют, чтобы чистота была в доме. Ну, соседи опрашивают, как в доме, не шумят ли. Ну, мы стараемся не шуметь. Ну, она бывает, когда то на кошку, куда ты, ну, голос повышает. Ну, это редко бывает. Ну, когда у нее ровеших, у нее нервные бывают срывы. А так все тихо, нормально. Мы стараемся, ну, соседей не напрягать, не шуметь. К справедливости ради отметим. Такое отношение к участковому милиционеру встретишь не всегда. Объяснить это нетрудно. Их подопечные далеко не ангелы. А поэтому, когда кто-то кардинально изменяет свой образ жизни и берется за ум, это победа. Знаете, ну, я как-то все-таки потом берусь, особенно именно из числа семейных скандалистов, как бы все-таки берутся за голову, потом, если так можно назвать, и все-таки, ну, и становятся на путь справления, идут на работу, даруют. Есть, в принципе, ну, я вам скажу, ну, не то, что как бы все, но приличное количество. То есть люди как бы возвращаются в семью, начинают включать мозг и думают, что у них есть жена, есть дети, и о них нужно заботиться. Гумельская средняя школа номер один здесь всегда готова к приходу офицера милиции. И не потому, что у местных учащихся проблемы с законом. Просто здесь уверены, если работать вместе, можно достичь более значительных успехов. Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних знает закон и реальную ситуацию с подростковой преступностью. Учителя, в свою очередь, отличные психологи. Можно определить и по внешнему виду, по поведению. Потому что, если ребенок что-то такое совершил, у него сразу меняется взгляд, меняется поведение, меняется даже речь. То есть, вот глядя на ребенка, видя их с пятого класса, потому что обычно мы берем в пятом классе, до одиннадцатого ведем их семь лет, обычно, конечно, только по одному взгляду уже можно определить, что ребенок сделал. Сегодня в инспекции по делам несовершеннолетних Новобелецкого района на учете находится 65 учащихся. Во время встреч со старшеклассниками инспектор Виталий Скалпешкин может рассказать о судьбе каждого из них. Кто-то попал на учет за мелкую кражу из магазина, кто-то о за нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Однако, какой бы ни была причина, майор милиции обязательно советует. Думайте, что делаете. Потом исправить ошибку может быть поздно. Подростки, которые допустили нарушение статьи 17.3 употребления спиртных напитков, они берутся на контроль на классическом диспансере, где как бы тоже в течение года, если они не привлекаются к ответственности за данные нарушения, являются своевременно на беседе и отметке данный на классическом диспансере, они их снимают с контроля. Они просто на контроле, не на учете. А те уже подростки, с которыми совершили два, ну, более попали в поле зрения за данные нарушения, они уже как бы состоят на учете и в силу своих этих, это уже отражается на их дальнейшей судьбе. Про выборы судьбы, как бы решение, когда они куда-то начинают поступать. Потому что, как правило, это еще заносится на списочный учет. Отдел внутренних дел администрации Новобелецкого района Гомеля наша съемочная группа посетила не случайно. По итогам прошлого года он был признан лучшим в Беларуси. За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, по обеспечению общественной безопасности. За первое место в этой номинации боролись более 30 районных отделов со всех областей республики. На территории Новобелецкого района в 2018 году, соответственно, произошло снижение преступности. В небольшом количестве, однако, такое имеется. Такие виды преступлений у нас снизились, как мошенничество в два раза, значит, угоны транспортных средств. За незаконный оборот спиртосидержащей жидкости было привлечено за 2018 год 84 гражданина, которые понесли наказание в виде штрафных санкций. Было изъято около 1000 литров спиртосидержащей жидкости. Вы смотрите диалог заместителя начальника управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД облсполкома Владимир Конунников сегодня у нас в гостях. Владимир Владимирович, хочется, конечно, поздравить ваших коллег из Новобелецкого РУВД с такой приятной, высокой оценкой пожелать и в дальнейшем планки не снижать, ну, а всем остальным стремиться к такому же высокому результату. Что касается детей, конечно, сегодня взрослые должны очень пристально за ними наблюдать, за тем, что происходит в школьных коллективах, происходит всякое. Не все явления и тенденции относятся к разряду желательных, приемлемых даже. Какая роль в этой работе, которая очень сложная, которая должна быть комплексной, постоянной, с участием всех заинтересованных служб, отведена милиции? Безусловно, органами внутренних дел уделяется очень большое внимание профилактике подростковой преступности. И это один из, наверное, важнейших критериев и приоритетов нашей работы, потому что, ну, дети – наше будущее. И те подростки, которые сейчас подрастают, они будут, ну, через 3-4 года взрослыми людьми и будут здесь жить, и от них будет все зависеть. Также хочу отметить, что за последние годы, за последние десятилетия у нас, как на фоне снижения общего числа преступлений, зарегистрированных в области, так и подростковой преступности, она также снижается. Причем снижается очень значительно, и за последние 10 лет она снизилась более чем в 3,5 раза. Если брать 18-й год прошедший, то по итогам 17-м годом снижение именно детской преступности составило почти 20%. Это, ну, очень значительные результаты показывают, наверное, что милиция совместно с заинтересованными органами, в первую очередь с комиссиями по делам несчастнолетних районными, которые координируют действия всех субъектов профилактики, движется в верном направлении. Вот в сюжете была показана одна из, ну, скажем так, небольших грани работы по предупреждению подростковой преступности. Ну, конечно, далеко не все, что мы делаем. На самом деле проводится масса совместных межредственных мероприятий, в первую очередь с органами образования, здравоохранения, органами по труду занятости и с общественными объединениями мы хорошо работаем тоже в этом направлении. Значит, ну, хотелось бы обратиться, может быть, к телезрителям, к родителям, немножко рассказать кратко о наиболее таких распространенных правонарушениях, которые совершают подростки. Если брать уголовные преступления, то, конечно же, кражи, как правило, дети к ним склонны. И кражи, причем, ну, незначительные, может быть, по сумме, но с учетом того, что совершается, как правило, группой лиц, группой подростков, они подлежат уголовной ответственности и в итоге они становятся значительными, скажем так, для них. Ну, как правило, это может быть мобильный телефон, оставленный кем-то из ровесников в школе. Второй его подбирает и вместо того, чтобы отдать учителю там, да, или администрации школы, присваивает. Может быть, квалифицированная, как кража. Это может быть велосипед, оставленный где-нибудь там возле магазина, и в подъезде такие случаи есть. Ну, вот такие наиболее распространенные, скажем так, предметы преступного посягательства. Что касается административных правонарушений, то, конечно же, наиболее часто подростки 16-17 лет к нам попадаются, скажем так, за нарушение антиалкогольного законодательства. Это распитие пива в общественных местах, как правило, распитие пива. Ну, бывают и более крепкие спиртные напитки. Это мелкие хищения, мелкие хулиганства, то есть какие-то действия, нарушающие общественный порядок. Часто выявляются правонарушения, связанные с тем, что родители не обеспечивают сопровождение детей в ночное время. Вне жилища, значит, это предусмотрено ответственностью статьей 17-13 административного кодекса. Напоминаю, что детям до 16 лет не могут находиться вне жилища без сопровождения родителей либо взрослых лиц по их поручению с 23 до 6. Владимир Владимирович, у нас есть вопрос, который пришел на Вайбер как раз по этой теме. Небольшое уточнение к тому, о чем вы говорите. А может ли ребенок 12 лет выгуливать собаку после 11 вечера? Ну, безусловно, как я только что сказал, формально, если ребенок находится один и вне жилища, здесь содержатся признаки административного правонарушения. Естественно, в каждом случае сотрудники милиции разбираются детально, и мера наказания, мера ответственности будет зависеть от различных факторов. Но вообще, конечно, 12 лет, 12 ночи, ну это просто рискованно, это опасно. 12 час это рискованно. И вполне это можно сделать, допустим, в сопровождении любого взрослого родственника, взрослого брата, который просто с тем ребенком побудет. Но брат тоже же должен быть совершеннолетний. Он должен быть совершеннолетним, безусловно, ему должно быть 18 лет. То есть собаку нужно выгуливать... В ночное время. Раньше. Я хотела сказать, что если уже ребенок такой ответственный у вас и берет на себя эту обязанность выгуливать собаку, то это должно происходить раньше. А если... Если позже, значит кто-то из родителей постоит рядом. Да, то мама или папа, и только так, закон суров, но он закон. И главная задача ребенка обезопасить. Ну мало ли что уже в 11 часов может случиться, да, во дворах. Да, безусловно так. Что касается вовлечения детей в преступный бизнес? Реже стали происходить такие случаи, да, наверное... Такой проблемы, я скажу откровенно, у нас таковой нету. Да, в 2018 году у нас было зарегистрировано 12 преступлений, по которым были преступления совершены несовершеннолетними совместно со взрослыми, где было доказано, что взрослые вовлекли несовершеннолетних в совершение преступления. Как правило, это те же самые кражи. И чаще всего это бывает компания молодежи, где, например, одному 18-19 лет, второму 15-16 лет. То есть здесь содержатся, конечно, признаки преступления, обовлечения. Ну, опять-таки, для Гомельской области население почти в полтора миллиона. Я не скажу, что это большие цифры, но, безусловно, все эти люди несут ответственность. Самое страшное, если это наркобизнес. Вот здесь, апеллируя к тому, что ребенок еще никакой ответственности не будет за такие деяния, иногда детей привлекают к распространению. Родители же их, конечно же, об этом никак не догадываются и не могут догадываться. Потом оказывается все это очень большой бедой, с очень тяжелыми последствиями. Несомненно, это так. И несмотря на то, что в том году у нас очень сильно сократилось именно количество преступлений, совершенных подростками, связанных с наркооборотом, в этом году мы прогнозируем такой рост. Потому что, когда был введен декрет президента, да, волна эта была сбита. Наркопреступлений был снижен возраст привлечения к ответственности. Я хочу напомнить, что он составляет сейчас 14 лет именно для преступлений, связанных с оборотом наркотиков, то есть с продажей. Это, ну, достаточно жесткая мера, но она была необходима в тех условиях, когда вы помните, какие случаи происходили, и в том числе в городе Гоми. Да, я бы очень хотелось, чтобы сейчас все родители, которые у экранов, обязательно своим детям объяснили, рассказали, что 14 лет – это уже возраст наступления ответственности. Уголовные. До 14 лет ребенок тоже несет ответственность, но немножко другую. Это на самом деле какая-то погоня за легкими деньгами, она обернется разрушенной жизнью, судьбой человека, которого потом до 10 лет, да, придется привести. Ну, значит, и обезопасить, конечно, в этих ситуациях ребенка, в том числе и от интернет-магазинов, которые бывают, увлекают детей, можно только одним способом. Это, во-первых, должно быть с ребенком полное доверие, во-вторых, как говорится, доверяя, но проверяя, должен быть определенный контроль за тем, в каком интернет-пространстве проводит ребенок свое время. Ну, и, конечно, если какие-то поступают непонятные сообщения, непонятные предложения, сразу надо обращаться в правоохранительные органы, либо в территориальные РОВД по месту жительства, либо даже просто по телефону 102. Можно и в электронную почту отправить письмо, любую эту информацию, в любом случае она будет однозначно зарегистрирована, оперативно проверена, и у нас соответствующие подразделения работают в криминальной милиции наркоконтроля, соответствующие подразделения работают интернет-разведки, которые всем этим занимаются, и достаточно все отработано, оперативно, магазины закрываются очень. Поэтому быстро и люди, и организаторы привлекаются к уголовной ответственности. Ну, это то, что действительно должны сделать взрослые, серьезные, ответственные взрослые, которые беспокоятся о будущем своих детей, которые хотят быть в курсе каждого дня, каждого контакта, который есть у их детей, знать кто, что, о чем ребенок говорит, с кем он встречается и какие предложения ему поступают. Никакого преступного бизнеса быть, конечно же, не должно. Безопасность – это одна из важнейших потребностей человека, и главное, как я думаю, условие существования цивилизованного общества. Насколько безопаснее становится наше общество по данным ваших цифр? Ну, как я уже озвучивал, в целом у нас преступность снижается ежегодно. Я думаю, все мы ходим по улицам и видим, насколько у нас безопасно и спокойно. Но, к сожалению... Да, так мы можем думать, пока что-то не случится, и мы не столкнемся с чем-то, что нас навсегда от иллюзии от этого избавит. Тяжких преступлений становится ли меньше? Да, к сожалению, число зарегистрированных на территории области убийств и фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений, пусть незначительно, на пять преступлений, но выросло. И необходимо отметить, что более трети таких преступлений совершаются в сфере семейно-бытовых отношений, то есть в семьях. И самое страшное, на самом деле, когда, казалось бы, близкие люди, которые должны друг друга защищать, охранять, так могут поступать. Основная причина убийства и нанесения тяжких телесных повреждений – это пьянство. Безусловно. Какие меры сегодня есть в арсенале милиции для того, чтобы с этим явлением справляться? Да, как вы правильно сказали, основная причина – это пьянство. Более 80% таких тяжких преступлений, хотя, я повторюсь, конечно, их в общем вале преступности достаточно мало, но, тем не менее, они есть. Но в основном они связаны именно с тем, что либо один из участников конфликта, либо оба употребляли спиртные напитки. Если взять ту законодательную базу и те рычаги воздействия, которые есть у милиции, именно у нас в Беларуси, то они достаточно разнообразны. Это начиная от объявления лицам, которые совершают правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, значит, в сфере смены бытовых отношений, официальное предупреждение, постановка их на профилактический учет, вовлечение их в проведение различных профилактических акций, которые проводят совместно с заинтересованными. Значит, если такие меры, ну, превентивного воздействия не действуют, то уже идут более серьезные меры, такие как возбуждение в отношении этих лиц уголовных дел, превентивной направленности, это может быть угроза убийством, истязание, умышленное причинение телесного повреждения. То есть преступления, как правило, эти возбуждаются по заявлению пострадавшей стороны. Это направление лид злоупотребляющих спиртными напитками, лечебно-трудовой профилактории. То есть здесь хочу отметить, что если человек просто в быту употребляет спиртное, да, с ним проводится профилактика, с ним проводится лечение, он нуждается, в первую очередь, в лечении. Но если человек в пьяном виде систематически совершает правонарушение, здесь уже должна вмешиваться однозначно милиция, и такой человек подлежит направлению лечебно-трудовой профилактории, где его и оградят, скажем так, от той пагубной привычки, которая вызывает у него болезнь, и в то же время защитят общество от его правонарушений. И, безусловно, одним из действенных способов решения конфликтов ситуации в семье, это является, ну, относительно новое в нашем законодательстве понятие, как применение защитного предписания. То есть по заявлению жертвы семейного насилия, заявление подается в милицию, может быть вынесено защитное предписание, то есть, скажем так, требования, которые влекут ряд ограничений. В основном это ограничение покинуть жилище на срок от 3 до 30 суток, может быть дополнительно установлены такие ограничения, как использование совместно нажитым имуществом, может быть запрет на общение с жертвой насилия, в том числе по телефону, по средствам связи интернет. И любое невыполнение защитного предписания, оно влечет за собой административную ответственность и может влечь, ну, вплоть до ареста. То есть за одно правонарушение, это может быть арест до 15 суток, если человек совершил несколько нарушений защитного предписания, то по совокупности суд может назначить и наказание до 25 суток ареста. Владимир Владимирович, мы поинтересовались мнением гомельчан, как они относятся к такой мере, как ограничение на продажу алкоголя в вечернее время суток и ночное. Давайте узнаем результаты опроса. Нужно ограничивать. Зачем пить ночью? Я считаю, что не надо. Нужно ограничивать. Да, потому что молодежь сейчас в большей степени развлекается в ночное время. И как бы, да. Нет, не нужно. Мотивировать как-то. Ну что, начнем с того, что это налоги, которые поступают. Можно каким-то другим способом бороться это, но без ограничений и тем более без устраивания дня отрезвости. Обязательно. Я работала на заправке, обязательно надо ограничивать. Ну, ночное, может, и нужно. Почему молодежь все-таки гуляет? Ну, думаю, все-таки, да. Меньше будет всяких ночных драк. После клубов обычно идут догоняться, как, скажем так. Надо от этого избавляться, я думаю. Мы уже проходили эту тему когда-то. Было лучше или хуже, это, наверное, специалисты должны вспомнить, проанализировать еще раз то, что уже было. На мой взгляд, было много и отрицательного. Вспомните, как там про таксистов говорили, что они возили, там все продавали. Как точки в разных микрорайонах города Гомелет. Но, с другой стороны, сегодня, мне кажется, при такой доступности в интернет-ресурсах и так далее, как, где, чего найти, я думаю, что этот запрет очередной, он может показаться сладким. Если кто захочет выпить, он найдет всегда. Ну, конечно, лучше ограничить в ночное время, чтобы не было, может быть, дебошей каких-то, ну, то есть, драк. Я считаю, это обязательно нужно, потому что обычно в ночное время люди бесконтрольные. И можно наделать всяких глупостей. Особенно молодежь. Я считаю, это обязательно нужно. А не появится ли тогда продавцы, так называемые, подпольным спиртным? Контролировать нужно. Вы смотрите Диалог. Мы говорим о работе милиции, общественной безопасности. Владимир Владимирович, а как вы думаете, запретительные меры действенны? Ну, любые меры, любое ограничение, оно хорошо, когда работает в комплексе. Это однозначно. И, конечно же, вот я не зря останавливался на проблеме подростковой преступности. И опять хочу к этому остановиться. Это для того, чтобы снизить число правонарушений, совершенных в пианом виде. Снизить потребление, в принципе, алкоголя. Для этого надо, ну, чтобы у людей интерес к этому алкоголю пропал. В первую очередь. То есть, надо воспитывать молодежь. Надо давать какую-то альтернативу. Спорт, что-то новое, интересное. Чтобы у людей не было интереса к алкоголю. Тогда эта проблема, ну, скажем так, она исчезнет сама по себе. Что касается ограничительных мер, то, ну, опять-таки говорю, в совокупности со всеми теми мероприятиями, которые, сказал, воспитательные и так далее. Именно отвлечь молодежь от этого, скажем так, пагубного занятия. Ограничительные меры, в принципе, они себя, если они применяются разумно, они оправдывают. Статистика по преступлениям, которые совершались, скажем так, вот, если вы помните, раньше в Гомеле было достаточно много ночников, так называемых. На каждом углу стояли. И возле них, хочу сказать, совершалось масса преступлений. В первую очередь, хулиганство, грабежи, разбой, ну, и причинение тяжких телесных повреждений. Всякие были преступления. Как бы то ни было, при закрытии таких магазинов, при ограничении, ну, эти преступления приставали там совершаться. То есть, эффект есть? Эффект определенный есть. Расскажите, пожалуйста, о том, что, собственно, такое хулиганство, как преступление, отличается от правонарушения в данном случае. Что вы имеете в виду, когда говорите хулиганство? Ну, хулиганство является, наверное, одним из наиболее, наверное, опасных и распространенных преступлений против общественного порядка, называемых. Хулиганство – это, в первую очередь, умышленное действие, которое не только грубо нарушает общественный порядок, но и выражает явное неуважение обществу. Ну, и часто сопровождаются либо нанесением телесных повреждений, либо умышленным повреждением имущества. Вообще, для нашего региона достаточно характерно именно хулиганство, связанное с повреждением имущества. И, ну, можно сказать, что последние годы такая болезнь стала, в кавычках, конечно, это повреждение автотранспорта. В самом деле, достаточно много таких преступлений регистрируется. Это связано отчасти с изменением подхода к квалификации. Раньше такие действия, ну, квалифицировались как административное правонарушение. Затем мы стали квалифицировать их как хулиганство. Ну, это позволило, скажем так, более активно работать именно над установлением лиц, совершивших эти преступления. Потому что, ну, милиция, как бы то ни было, в Республике Беларусь, мы работаем над раскрытием любого преступления. Не важно, мелкая это кража, там, бабушки курей украли или, там, не знаю, угнали автомобиль дорогостоящий. По каждому преступлению мы проводим проверку, и я надеюсь, так оно и будет. Не будет у нас никаких приоритетов, что на какое-то преступление обращаем внимание больше, на какое-то меньше. Любой гражданин должен понимать, что по каждому обращению полностью весь комплекс мероприятий будет проведен. Что касается, вот, хулиганство, которое я начал говорить, связанное с повреждением автотранспорта, тогда такая проблема есть, особенно характерна для крупных городов. Ну, и здесь, как бы, две стороны медали. Второй момент, что часто сами те же автовладельцы ставят свои машины с нарушением правил дорожного движения. И назло им, да? В неположенных местах. За такую парковку? Ну, как бы то ни было, как бы это ни звучало, но часто такие действия автолюбителей провоцируют людей, которые, там, не могут выехать, не могут пройти и так далее. И, ну, где-то на эмоциях совершают такие преступления. Потом, естественно, они несут ответственность. У одной стороны поврежденный автомобиль. Сколько за это можно заплатить потом? За такую несдержанность эмоциональную? Ну, вообще, в зависимости от квалификации преступления, хулиганство может, уголовное именно преступление, влечь ответственность, начиная от общественных работ и штрафа, и заканчивая лишением свободы до 10 лет. Злостное хулиганство, которое применяется, ну, делается с применением оружия, либо предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. То есть, такой достаточно широкий спектр наказаний. Да, не такой же, но и безобидное, это слово, да? Да, хулиган. Владимир Владимирович, а что с грабежами? Как они совершаются? Средь белого дня или все-таки в ночное время? И кто становится их жертвой чаще всего? Ну, что касается грабежей, так же, в принципе, как и в целом, по всем преступлениям, можно сказать, что количество их у нас снижается ежегодно. Так, в январе этого года у нас совершено 20 грабежей, из них в общественных местах 16. Что, опять-таки, характерно, ну, наверное, для Гомельского региона, это часто совершаются грабежи в объектах торговли. В объектах торговли, и, как правило, это совершается лицами, которые сами находятся в состоянии алкогольного опьянения. В объектах торговли это очень соблазнительно, конечно, что-то с собой прихватить. А кто в данном случае несет ответственность? Сами объекты торговли или милиция? Нет, безусловно, ответственность административную либо уголовную, как правило, уголовную влечет лицо, которое совершило это преступление. И грабежи эти, как правило, связаны либо с хищением бутылки водки, условно говоря, и когда охранник или его продавец пытается задерживать, человек этот скрывается. Ну, как правило, сейчас все магазины оборудованы средствами тревожной сигнализации, оперативно вызываются подразделения милиции, либо департаменты охраны, которые пребывают там в течение двух-трех минут. Естественно, такого горе-грабителя задерживают. Да, вот хорошо меня поправили. Ответственность несет преступник, человек, который покушается на преступление. А вот кто отвечает за профилактику? Потому что если об этих камерах не побеспокоится сама торговая точка, то что уже может сделать здесь милиция? Естественно, мы ежегодно и на постоянной основе обследуем все объекты торговли, рекомендуем и в ряде случаев требуем, чтобы они были в установленном порядке, оборудованы средствами видеонаблюдения, средствами тревожной сигнализации, как я уже сказал. Это, в первую очередь, является хорошей мерой профилактики. Люди, когда заходят, видят объявление, что магазин находится под защитой охраны, магазин оборудован средствами видеонаблюдения. Это для многих является сдерживающим фактором, потому что люди понимают, что по видео снимут, потом их очень просто и быстро найдут. Да, это так. Тут никаких шансов нет уйти от ответственности. Да, никаких, конечно. Есть несколько вопросов, которые поступили на наш Вайбер. Давайте уделим им внимание. Четыре минуты до окончания эфира у нас еще есть. Поражает свою жестокость случаев, в которых пьющие родители убивают своих деток. Что делается для предотвращения таких преступлений? Вопиющие факты, на самом деле шокирующие, но регистрируются иногда. Кто ответственен за безопасную среду маленьких детей, которые вот в таком окружении не совсем благожелательно находятся? Участковый милиционер, сфера образования. Вот если вдруг происходит уже что-то совсем страшное? Ну, дело даже, опять-таки, не в том, кто ответственен. Главное, чтобы таких ситуаций не допускать. Как я уже говорил, координатором этой работы в каждом районе и в области в целом является комиссия по делам нечестнолетних, куда входят представители всех субъектов. Это и милиция, и образование, и здравоохранение, и иные заинтересованные. Со своей стороны, мы, во-первых, по каждому факте семейного насилия или бессемейного скандала, который даже просто ссора семейная происходит, вызывают милицию. Если в семье есть не шестнолетний ребенок, об этом незамедлительно информируются органы опеки, органы местной власти, чтобы они потом могли прийти в эту семью и посмотреть, что там не так. Владимир Владимирович, а сигналы просто вот от соседей, от бабушек, которые на скамеечке сидят, они поступают к вам, что обратите внимание на семью? Что-то не так с мамой и папой? Любая информация, любой сигнал, который поступает в милицию, по линии 102, либо по другим каналам, любой сигнал, любая информация регистрируется, и по ней проводится проверка. Либо в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, либо административным законодательством, либо нашим ведомственным нормативными актами. Ни одной информации мы не оставляем непроверенной. Были времена, когда мы все знали своих участковых, вновь назначены и обходили дома для знакомства. Важны ли сегодня в работе участковых доверительные отношения с населением? Хотелось бы, наверное, всем нам, и милиции с одной стороны, и гражданам с другой стороны, чтобы были доверительные, на самом деле вежливые, доброжелательные отношения, чтобы мы друг друга знали. Насколько это возможно или это утопия? Безусловно, хороший вопрос. Вопрос именно на последние коллегии Министерства внутренних дел, Министр внутренних дел, как одна из приоритетных задач, поставлена именно задача работы участковых с населением, чтобы люди знали своего участкового. Даже не то, что знали, чтобы люди в первую очередь доверяли ему. Чтобы они даже, ну, участковый может находиться на своем рабочем месте, человек должен знать, что он к нему придет, обратится и помощь будет. Но это безусловно так, поэтому, опять-таки, обращаясь ко всем телезрителям, хочу сказать, что если любая есть информация, если есть любой проблемный вопрос, если кем-то вы обладаете сведениями о совершенном или готовящемся преступлении, вы имеете право и можете и должны обратиться, в первую очередь, к своему участковому инспектору милиции. Либо, если у вас такой возможности нет, по телефону 102, на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел, и реагирование будет организовано. Ну, пугает, наверное, иногда, что, ну, а вдруг не подтвердится, а вдруг, знаете, подумал, что одного ребенка мама оставила, а он не один, он, например, с бабушкой. Ну, всякое же может быть. Ну, еще раз... Ответственности же люди не несут за такие сообщения. Еще раз, если человек информирует добросовестно, если нет у него заведомо ложного сообщения об опасности оболгать, конечно же, никакой ответственности не может быть, и в принципе. Лучше лишний раз перестраховаться и посетить, с людьми побеседовать, но зато совесть будет чиста, и, может быть, чья-то детская жизнь будет спасена. Проводится ли в наше время конкурс профмастерства среди участковых? Кто он лучше участковый инспектор милиции Гомельской области? Время есть только на имя. Вы его знаете? Это участковый инспектор милиции Реческого РОД, капитан милиции Ковганов Денис Иванович. Стал лучшим участковым в Гомельской области в прошлом году. Это очень приятно. Этот год для милиции будет особенным, он юбилейный. Владимир Владимирович, я поздравляю вас и ваших коллег с наступающим профессиональным праздником и наступающим столетием УВД Гомельского облсполкома. Большое спасибо, Ольга. Спасибо за беседу. Заместитель начальника управления охраны, правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома Владимир Конунников был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова